уважаемые зрители я приветствую вас на канале прогулки о никве у нас с вами на канале всегда прогулки или прогулки по городу а вот сегодня прогулки в древность будут а почему да потому что у нас наступает праздник наурыз в казахстане этот праздник называется наурыз и будет официально два выходных дня в средней азии этот праздник называется нам русс и я хочу вам сказать что казахстане он начал отмечаться праздник в конце 80-х годов 20 века официально 2009 году юнеско включила этот праздник в древнейшее наследие цивилизации человеческой нашей это самый древний праздник на планете праздник на русс и например еще хочу сказать что этот праздник ассоциируется у нас с народами востока вот сейчас он кому-то скажи на врусовую вот русскому человеку скажите вот на русс он как-то подумает что ну это же не наш праздник а ведь это глубокая ошибка это ошибка фатальная почему потому что вот например славяне славяне сейчас уже тысячу лет более тысячи лет христиане но до христианства и до исламизма народы верили другие религии это были языческая религия мы учились школе помнили такую формулировку языческая религия что это означало ну например в казахстане это был зороастризм средней азии не казахстан на средней азии будем говорить так народы востока зороастризм и небо поклонялись небу земле растениям животным и человек это вот считалось в религии основы а например славяне тоже имели богов поклонялись богам тоже были разные бог например бог перун был перун это бог громовержец или бог бог ерила это бог солнце солнце ерила весеннее яркое со сильное солнце ерила и вот но урыс назывался ерилин день и это праздник был такой вот у всех народов и в древнем риме свое название было в древнем египте в великобритании и вот в древней руси и древняя русь например праздновала пекли блины вот многие скажут а почему блины масленица то в конце февраля да потому что дорогие мои друзья древней руси также как вот сейчас украина это древняя русь бывшая наша древняя руси русские произошли из древней руси и вот знаете это древняя русь там часто в этом киеве катаклизмы и когда был прекрасного язычества люди верили в языческие боги и стуканы такие идолы были вырезали из разных из дерева в основном устанавливали и поклонялись и вот в киеве на самой высокой точке стояла стоял идол перун бог громовержец и вот когда бог и когда варварским таким путем решили сменить одну религию на другую то этого бога разрубили это было зрелищно толпа ахнула и эта скульптура покатилась в днепр и народ конечно не принял это не принял потому что ну считается что христианство миролюбиво вводили в россии ну на самом деле на самом деле это было вот по сердцу ножом по сердцу ножом этому это было дорого это было свято и вдруг другая религия христианство очень долго сопротивлялась имена сменили и все сменили но было сложно церкви сопротивляться тем древним древним древнем россиянам русичам, потому что ну там тоже сопротивление было. И они приспособили, вот христианские праздники приспособили к праздникам языческим. И вот Масленицу просто оставили и перенесли ее на другой период, на более ранний. И вот почему Масленицу называли и Масленицей в свое время, потому что это весна была яркая. Вот именно день весеннего равноденствия пекли блинчики, похожие на солнце. Ну в общем это было в Древней Руси. Сейчас видите изменено, но сохранилось то, что есть Масленица и то, что пекли блинчики. Но они связаны вот тоже с тем праздником, который на Востоке называется Наурыс. В Древней Руси он назывался и Рилин день или Сорока. Сороки прилетали. День сороков. Вот так вот что-то такое. И он был несколько дней. Неделя была. Начало и конец недели. В общем всю неделю праздновали. Ну так же, как потом Пасху. В общем религия славянская и христианская. Христианским последователями она была как бы адаптирована на христианство. Вот эта религия, эти обычаи. Потому что их трудно-трудно было например, преодолеть из памяти народной вырвать. Но тем не менее, этот праздник, он был, главное. Но настолько был, что многие удивляются, был ли на Руси такой праздник. Дорогие мои друзья, это самый, что ни на есть, славянский тоже праздник. Так же, как и на Востоке. Ну на Востоке, конечно, празднуют широко. Сохранили память об этом празднике. И вот, например, у нас уже в нашем городе поставили юрты на площади. И завтра будет народное гуляние. И в это народное гуляние можно будет именно зайти в юрту. И там будут разные угощения, которые сладости, разные вкусняшки, которые положено кушать в наурыз. Вот. И в Казахстане еще наурыз кожае такая. Такое блюдо варят, там рис, мясо. Ну, в общем, определенные ингредиенты характерные. Это тоже древнее блюдо. И рецепт сохранен. Обратите внимание, Казахстан, не имея письменности, он сохранил вот многие блюда, многие обычаи именно тем, что он передавал это из уст в уста. Ну, и вот на Востоке древний праздник сохранился. Хотя существует ислам и существует наурыз. В советское время не нравился этот праздник никому. И с ним его замалчивали. Замалчивали. Но вот я не хочу агитировать никого. Конечно же, нам говорили в школе, что это, например, языческий праздник. Языческие боги, они, человек был слаб и поэтому придумывал, вернее, находил кому поклоняться, чтобы обретать силу душевную, духовную. Но вот сейчас я хочу сказать, согласитесь, что природа часто дает о себе знать тем, что она очень сильна. И что человек слабое существо все равно. Вот, например, человек построил там атомные станции, гидроэлектростанции, перекрыл рейки, там электрический свет. Но если природа что-то там будет буря, наводнение, там оползни, то все это может вмиг разрушено. Природа как бы терпит это до поры до времени, потом уничтожает, может уничтожить и показывает свою силу. И эта сила ужасная. Мы можем видеть по телевидению катастрофы природные, это сила ужасная. И можно понять этих древних людей, которые очень трепетно, очень свято относились к природе, к явлению природы и к сохранению природного богатства. Вот что очень важно. Сейчас к сожалению можно констатировать, что к природному богатству человечества в общем относятся ну в разных местах и разные типы людей есть, но относятся жестко, жестоко и в общем можно сказать уничтожает природу. Леса горят, животных отстреливают ради развлечений. в общем так нельзя поступать и этот такой праздник он символизирует весну, пробуждение природы и считается что как бы злые духи никогда не зайдут в ваш дом ну по крайней мере пока тепло, цветение, расцвет, воскрешается вся природа и злые духи никогда не зайдут в дом и будет благодать добро и благодать в каждом доме. Вот дорогие мои друзья вот такая такой праздник на Врус где-то у нас на Урыс и на Востоке его отмечают весело а вот славяне думают что это их не касается нет это очень даже славянский праздник верилин день масленица была именно повторяю в эти дни не в конце февраля как перенесли по христианским обычаям а вот именно в эти по обычаям языческим так что дорогие мои друзья христиане и православные и кто во что верит и мусульмане я поздравляю вас с замечательным весенним праздником наурыс желаю вам счастья здоровья добра и благодати и хорошего урожая до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...